Самое, что интересное, в смысле важное, хочу сказать, что я здесь вообще не излагаю сейчас свою позицию. Я ставлю проблему. То есть моя задача не изложить свою позицию, не решить какие-то вопросы, не дать ответы на них, а именно поставить саму проблему, чтобы было понятно. То есть у меня есть ответы на эти вопросы. У меня есть своя теория, есть абсолютный релятивизм, есть темпоральная антология, в которой я внутри ее решаю поставленные проблемы. То есть она специально создана для решения этих проблем. Но, как видно, почему люди не воспринимают предложенные мной решения, потому что они не понимают, а что же я решаю, и не видят проблемы. И предыдущее наше обсуждение показало, что проблема как бы она где-то вот там, а не вот то, что я как вижу, и как ее обсуждаю. А мне сразу вопрос. Но вы же понимаете, Александр, что постановка проблемы есть не просто что-то такое невинное, некое занятие, которое как будто есть проблемы сами по себе, вне контекста неких представлений, каких-то теорий, каких-то сплят. Конечно, конечно, конечно. Иными словами, просто ставя вопрос, вы уже каким-то образом, в хорошем или в плохом смысле, неважно, навязываете нам определенную антологию. Понятно, нет, в другом смысле. Просто я говорю сейчас не о содержании, а о форме. По форме, может быть, я рассказываю им свое решение, или я по форме ставлю проблему. Естественно, что проблема ставится, я не могу отрешиться от себя. То есть если бы я ставил эту проблему в рамках другой концепции, в рамках другой точки зрения, она совершенно по-другому звучала. Нет, просто даже есть некоторые проблемы, которые с одной точки зрения являются проблемами. А с другой вообще нет. То есть, допустим, что первично, какие или сознание, да, с точки зрения многих философов, этот вопрос, это как бы псевдовопрос. Я хочу сейчас поставить проблему так, что она являлась, старался сделать так, чтобы она являлась проблемой для всех. И в терминологии, которая более-менее приемлема всеми. То есть не навязывая никакую терминологию. Наиболее общая проблема звучит так. Ответить Булату на вопрос, вернее, задать Булату вопрос, а что же такое на самом деле? Ну и так сопутствующих кучи вопросов. А что такое реальность? Одна ли реальность? Что такое объективная реальность? Или бывает реальность необъективной? То есть, есть ли как таковая субъективная реальность? И реальна ли она субъективная реальность? И совпадает ли граница между реальными и нереальными? Граница между субъективным и объективным? Ну и куча вот таких вот мелких вопросов. Они, по ходу, будут возникать. Сначала договоримся о терминологии. Будем пользоваться самой примитивной, элементарной терминологией, против которой Булат много возражал. Но я думаю, что мы придем сейчас. Значит, есть субъект? Субъект, которому договариваемся, что мы говорим о субъекте. Договариваемся, что мы говорим. То есть, мы, скажем так, принимаем, что есть субъекты. Есть такой термин, есть такое понятие. И если я говорю, что мне что-то дано, то это понимается, что субъекту, вот я субъект, и мне что-то дано. Есть и другие субъекты. Как они относятся с собой, не обсуждают. Вот есть просто мы говорим о некой данности, некому субъекту, на той стороне, которому что дано. То, что дано, будем называть объектом. Стандартный субъект, объектная оппозиция. То есть, мне, все, что мне дано, дано в виде объектов. Иногда можно будет употреблять термин явление, как то, что дано, ну, чтобы подчеркнуть, что это нечто воспринимаемое. То есть, вот объект воспринимаемый, это есть некое явление. Ну, и плюс еще явление, в отличие от объекта, обычно подразумевает некую множественность данности. А объект, как бы, вот некую единичность. Ну, хотя, в данном случае, нам без разницы. То есть, вот есть, есть субъект, ему даны объекты. Также мы будем оперировать понятием существования. И обозначая этим понятием, что ту данность, в которой нам даны объекты. То есть, объекты существуют именно как данность субъекту. То есть, воспринимаются. Существование, то есть, существует то, что воспринимается субъектом. То, что субъект не воспринимает, не существует. Но в данном случае речь не идет не о том, что существует ли дерево за домом. Я пошел, посмотрел, существует, отвернулся, не существует. А речь идет о том, что все, что может быть мне дано в виде явления, в виде объекта, все, что я могу воспринимать, существует. То, что я принципиально не могу воспринимать, не существует. То есть восприятие является основным критерием существования. Ну это очень странно. Даже вводить такие определения очень странно. Даже вводя такое определение, вы сразу подразумеваете, что есть различие существования для и существования в себе. Нет, нет, нет. Я подразумеваю, что существование происходит только для. Я дал определение. Но вы отсекли вторую часть. Есть субъект. Ему даны объекты. И они существуют именно как данные, воспринимаемые объектами. Ничего не отсекается. Нет ничего другого, кроме субъекта-объекта. И объекты по отношению к субъекту существуют. Хорошо. То есть в данной концепции нет ничего другого. Я не вводил ничего. Нет никаких других объектов. А почему вы не хотите субъект? А сам объекты по отношению к субъекту? Давайте так. Сам субъект... Не будем горячиться до битвы. Да. Сам субъект в данном случае не обсуждается. То есть он не существует, потому что он не объект. Ну это мы обсуждали отдельно. Существуют либо субъекты, либо объекты. Все, что не субъекты, не объекты, не существует. Нет, субъекты не существуют. Субъекты не существуют. Субъекты не существуют, я прослушаю. Ну просто у меня предложение. А может быть использовать очень хорошее, всем знакомое слово феномена? Дело в том, что... Ну, чтобы объектность убрать от феномена. Ну, скажем так, любой феномен, любой феномен, это объект. Но не любой объект есть феномен. То есть когда мы используем понятие... Вот я говорю, нет, вот я как раз сейчас говорю не о феноменах, но как объект мне дана моя мысль, которую нельзя принять как феномен. Почему? Это как раз и есть. А, может, ну хорошо, хорошо. В данном случае приносит то, что дано сознанию. Вот так, подозревается. А объект, объект, мы, по крайней мере, это чисто лексически, можем понимать как объект неданный. Нет, 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 нет. Когда мы вводим... Понятие объективности в этом... Да, причем объективность. Ну, потому что... Объекты, понятие объективности вообще из разных областей. Нет, поэтому предлагается для упрощения восприятия слушателей, чтобы они не зацепливались на объективность, использовать термин, феномен или феномен как угодно. Нет, дело в том, что когда мы говорим о противопоставлении, о субъекте, то вот именно то противопоставление, которое мы говорим о связке субъект-объект, вот субъект-объект, это однозначно задано. Что такое объект? То, что оно субъект, то, что такое субъект, то, что воспринимает объект. Для понятия феномена нужны дополнительные какие-то еще вводные... Я не могу вот сейчас... Мы там, может быть, где-то там уже образованные, и можем сказать, что это где-то одно и то же. Но вот так вот для начала ввести. А что такое феномен? А это то, что дано субъекту в развлечении. Это то, что существует для субъектов. Ну, это и есть объект. То есть это лишнее множение терминов. Хотя давайте, то есть я не сопротивляюсь тому, чтобы... Если кто-то скажет в своем комментарии, что вот феномен... Ну, пускай феномен... Все мы понимаем, что в данном случае это несущественно. Несущественно. Тем более, что когда мы имеем перед собой термин феномен, ну, тут сразу же, сразу же нам дышит в затылок ноумен. А я не хочу об этом говорить. Он не дышит. Дышит. Потому что феномен в истории философии дом пошел от Брентама, да? И который, ну, собственно, впервые ввел такое... Акцентировал внимание на понятие сознания, да? Вот. И... Ну да, а мы сейчас не говорим о сознании. От Брентама и прошла феноменология. Мне очень правильно, исходя из вашей же посылки, говорить именно о киноменах сознания. Хорошо, хорошо. Теперь, значит, вы у себя в мозгу делаете переключение, что проще. Значит, речь идет о киноменах сознания. Нет. Сознание, если причем понять сознание, я не использую. В данном случае только запутаем. Мы, кстати, на первые уже зацепились гораздо больше. И введем еще один термин, который легко употреблять тоже и нужен. Это понятие действительность. Действительность я называю совокупность, совокупленность всех существующих для субъектов объектов. То есть, когда я говорю, что что-то есть в действительности субъекта, это значит, речь идет о всем, что он может различить, все, что у него существует, то есть, о всех объектах, которые существуют у него в действительности. Ну, чтобы можно было говорить о мире субъекта, ну, тут сложности. То есть, вот, и можно поместить, субъектная действительность, да. Субъектная действительность, это действительно, это все, что дано субъекту в различении. Так, теперь переходим к следующему пункту, и напрочь открещиваемся от предыдущего нашего семинара, от предыдущего нашего спора, и я делаю такой большой акцент, мы не решаем проблему салепсизм против реализма. Эти термины вообще забываем, и если где-то там реальность всплывет, как реальность, но как реализм и салепсизм мы не упоменяем, потому что это настолько по-разному воспринимаемые направления, и есть наивный способ думать о реализме, есть наивный способ думать о салепсизме, как будто салепсизм все себя выдумывает, а наивный способ думать о реализме, что реалист понимает, что есть какие-то реальные вещи фиксированными свойствами, а мы их лишь отражаем, и в наших чувствах, и вот есть наши чувства, есть тот объект, и вот эта шизофрения наивного реализма, то есть мы ее не обсуждаем, не обсуждаем проблему шизофрении наивного реализма, и вообще салепсизм, я вам сейчас упомяну, больше не упоминаю, то есть мы не говорим о салепсизме и не говорим о реализме, также мы не решаем проблему реальность иллюзия, которую Булат пытается поставить, не решаем ее, хотя понятие иллюзия будем вводить, я буду употреблять иллюзия, как один из объектов, или как один из феноменов, или как одно из явлений, иллюзия я буду использовать, но мы не решаем проблему реальность иллюзия, То есть не проводим границу такую, что с одной стороны реальная, а с другой стороны только иллюзия. Потому что эту границу нам с необходимостью невозможно провести никогда. Это я буду показывать. Тем более, что иллюзия как таковая, она тоже нам дана в восприятии. И она тоже является именно объектом, феноменом, явлением. Определенный тип восприятия, она тоже существует. И поэтому делить вот здесь на... Да, с одной стороны, извините, я говорю, комментарий и одновременно маленький вопрос. С одной стороны, делить сложно, границу не провести, и может быть это не имеет значения в данном разговоре. Мы вернемся, давайте, стоп, я уже понял, что мы вернемся к проблеме иллюзии, будем о ней говорить. Я просто говорю, мы не решаем эту проблему. Так нет, а вы поняли, что я хочу сказать? Нет, я даже не понял, я просто остановил, потому что если мы будем... Когда мы вернемся к иллюзии, может быть она понадобится. Сейчас, просто я перехожу к следующему. Что центральный момент, который бы я хотел акцентировать внимание, и который вызывает наибольшие поводы для споров и поводов приведения различных аргументов, это я принципиально, принципиально не провожу никакого деления, разделения существования. То есть разделение объектов существующих на два каких-то, на четыре, на пять каких-то множеств регионов. То есть все существует, вот как мы сказали, что все объекты существуют, и мысли мои, и камни мои, и иллюзия, все существует. И нет никакой... Это сильное очень допущение. Нет, это не сильное допущение, это задано в терминологии. Но это противостояние может быть неправильно. Нельзя же, мы же не можем объединить это несоизмеримое. Просто если бы это было так, откуда бы эти различия возникли? Различия есть. Ну хоть это сведение материальное, духовное там... Нет, 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 улаж, улаж, обождите. Есть разница. Существует. Существует. Духовное существует? Существует. В другом смысле? Так вот, я и говорю, что есть разные смыслы, то есть мы к этому вернемся. Дело в том, что, скажем, общепризнанным или как бы традиционным является разделение на хотя бы два региона. Поезд идет, время идет, идет здесь одно и то же, в разных смыслах. Нет, имеется в виду, например, что-то общее. Нет, 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 давайте не будем вот эти словесные... Нет, мыслящие субстанции, например, и протяженные субстанции. Это не только что была иллюзия и как бы не иллюзия. Вот они существуют. Существуют по-разному, но и существуют по-разному. Ну, это другой вопрос. Я не сказал, что все одинаково. Я произнес, что одинаково существует. Я сказал, что я не буду... Дело в том, что есть... Я почему провожу это, вот это акцентирую внимание. Это личная акцентуация, исходя из первого пункта, когда мы признали, что речь пройдет только о феноменах сознания. Тут нет уже... Сознание я не прозумею. Ну, хорошо, да. В этом случае, по-разному они даны. Я же не говорю, что одинаково. Давайте не будем пережать события. То есть это действительно бессмысленное. Если бы я сказал, что все существует одинаково, тогда бы стоило спорить. Я сказал, что я не привожу никаких однозначных разделений по существованию. А говорю, вот есть объекты, есть феномены, которые существуют. А что общего между этими существованиями? То, что они существуют. Так а что вы сказали? Вы сейчас ничего не сказали. Это пустое слово существует. Когда я сказал... Стоп. Давайте я буду лишать права говорить. Хорошо, давайте решите. Потому что вот это можно было сказать с первого слова. Когда я сказал объект, это я ничего не сказал. Я сказал объект, я сказал феномен, я ничего не сказал. Да с той же степенью ничего я не сказал, когда я добавил, что они существуют. Это та же пустая, философская, самая первая, начальная, пустая, когда я говорю, Гекель пишет первое слово, есть бытие, значит, пустое непосредственно, это вот то пустое, которое нам позволяет дальше говорить. Если я с первого же слова буду вводить, и говорить, что есть разные, давайте ведем разные типы существования, разные антологические регионы, они ведутся сами с собой, но в данном случае я не хочу это делать изначально. Потому что, скажем так, я могу долго говорить не вводя, когда я говорю, а вот камень так-то так, а вот паровоз точно так, а я говорю, мне без разницы, я говорю, не разделяя мысль и на паровоз. То есть есть некий дискурс, есть некий способ мыслить, есть некая логика, в которой можно говорить об объектах и о их существовании, не разделяя их на разные регионы. А есть другой подход, когда я изначально разделяю, когда я говорю, что вот есть явление, а есть мышление, да, и это не одно, это разное совершенно. И когда Кант рассуждает о мышлении, это вот рассуждает о такой логике, а когда Кант рассуждает о явлениях, он говорит о другой логике, а потом еще вводит регион вещей в себе и реальности, стоящей за явлениями, это он стоит в третьей логике. Так я говорю, я пытаюсь рассуждать в одной логике и не различая. Это принцип, принцип, по которому он... Ну это допущение ваше... Это не допущение, это принцип, положенный в расшел. Это не упрощение, это именно принципиальности. Вопрос ставится, проблема ставится. Насколько мы можем долго говорить об объектах, не разделяя их на онтологические регионы? Хорошо, да. Будьте любезны, я считаю, вот этот вопрос, который я задам, очень важный. Мне удивительно, как пошла наша дискуссия. После того, как было сказано, что мы рассматриваем феномены сознания, ну, боитесь, терминологии, каким боком, каким образом можно разделять какие-то регионы? Ну вот, я тоже не понимаю. Нет, мы это знаем, мы это знаем. Мы должны прийти. Это не исходная позиция, наше знание. Все знания наши должны сейчас стереть и начинать вот... Следовательно... То есть вы же платоник, должны понимать, что идея не рядом со столом находится. Есть идея стола, и они разные. Они рядом находятся. У вас получается, что вот идея стола рядом, а вот... Это когда мы уже знаем. То есть мы не можем наше знание, наши, как бы, эмпирические знания, наш опыт, наше все положить в основу нашего философствования. Мы должны... То есть задача философствования — получить эти знания, то есть найти путь, как к ним прийти, а не констатирует, что мы их имеем, и мы сейчас с ними будем оперироваться. Нет, ну было же четко. Да, давай, давайте все же с этим разберемся. Потому что я чувствую, что я понимаю, для меня все просто, а другие не понимают. Сказано, рассматриваем феномены сознания. Существует только то, что различает субъект. Субъект различает сознание. Все. Все. Вопросы остальные сняты. Все. Причем из Платоника. Держал. Еще один момент, который вызывает сразу же какие-то вопросы дополнительные, которые я хотел избежать. Я не говорю о гензесе. То есть я не говорю, как возникло вот что-то. Как вы... Вот почему человек вот так различает, почему он мыслит так, почему он субъект. Почему субъект вот находится в такой позиции. Как он оказался в ней. Это отдельная большая проблема. То есть мы не обсуждаем, как мы оказались в этой точке. И как мы должны обосновать вот эту ситуацию. Мы принимаем вот здесь и сейчас существующие действительность субъекта. И то, что он различает. Ясно, что когда он был маленький, у него была другая действительность. И он различал другое количество объектов. И у него было там другое сознание, если все-таки употреблять этот термин. Мы гензес не берем, не рассматриваем. Берем вот в том виде, в каком есть субъекта. Так. И повторяю, заканчивая вводную часть. Мы отвечаем на вопрос, а что такое на самом деле, если его задать, значит, так вот в лоб. А если так подспудно, теоретически, я пытаюсь разобраться с какими-то теоретическими, начальными теоретическими вопросами. С позиции абсолютного велитиризма и с позиции темпоральной металлогии. Не упоминая ее никак. То есть я просто поясняю, что у нас, естественно, я не могу отрешиться от каких-то своих. То есть, скажем, откуда ноги растут здесь, откуда уши растут. Да, вот они растут оттуда. Но их, я не показываю, обсуждаю в нормальных терминологии. Вот той терминологии, которая как бы стандартна, обычна и понятна. Там могут быть варианты, да, действительно, объекты или феномен. То есть, может быть, действительно, есть люди, которые по-другому трактуют существование. Но я трактую именно так. То есть, если мне кто-то начнет говорить, а существует ли единое? Я скажу, не существует. А существует и существует. А почему единое не существует? А потому что оно не различено. Оно не дано как объект. Только что вы различили его? Нет. Существует понятие единое. Существует понятие стола и существует стол. А как вы отличаете понятие единое? А, я различаю понятие стол от стола? Только что я спрашивал, и это неизвестно. Нет, я понятие различаю. Есть понятие, а это стол. А откуда известно, что вас спрашивают? Да, ну, собственно, кто-то там закрыли. Я снимаю свой вопрос. Вот, ребят, зачем же из каких-то... из каких-то мелочей снимается снимается там можно долго на эту тему рассуждать вот и как бы я не хотел изначально первым своим пунктом вообще что мы не решаем проблему реальности иллюзия но начинаю я все-таки с иллюзия как наиболее ну такой явный со мной спорно другой явного объекта чтобы понять о чем идет речь где 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 у нас проблема которую пытаемся решить и так различается и иллюзия и на самом деле встанье вопрос разлучаем или вот самое что интересно что в момент фиксации иллюзии она не отлично от того что на самом деле то есть мы не можем взять какой-нибудь момент времени сказать вот это иллюзия а вот это на самом деле вот этот объект иллюзорный а этот объект на самом деле то есть сам принцип когда я говорю это полная иллюзия реальности кавычка то что я подразумеваю что я вижу вот я не могу отличить на самом деле от иллюзии то есть то есть момент в секунды вот момент который я воспринимаю свою действительность набор своих объектов я в них не могу отличить иллюзии вот на самом деле времени разворачиваются они только просто на булат ну я говорю вася кто-то я же еще петер я чётко сказал что в момент времени это неразличимо вы не согласны когда следующий момент мы перейдем зачем опережать то есть момент времени хотя конечно конечно есть иллюзия ну скажем что-то полупризрачное полупрозрачное которое мы действительно можем как бы сразу сдать за иллюзию но в данном случае мы это не обсуждаем потому что это либо проблема клиническая либо магическая вот мы обсуждаем иллюзию скажем я вижу что вот здесь вот точно вот это объект на самом деле а а подхожу трогаю голограмма то есть я не могу в момент времени когда я смотрю на голограмму мяча и на мяч отличить мяч я не могу где на самом деле на самом деле для меня то что дано и предмет передо мной два одинаковых объекта а голограмма это разве не на самом деле сейчас сейчас нет 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 сейчас сейчас мы к этому придем вот и третий мяч третий мяч значит я голограмму нашел где выключатель выключил и кто-то включил пощелкал ею да и о голограмма а третий мяч он продолжает вот я поворачиваю голову он перри продолжает передо мной состоять и глюк но есть я сижу и у меня сейчас секундочку руки за спиной я не могу подойти и вижу три мяча они все для меня на самом деле на самом деле на самом деле все на самом деле но дело в том что тут мы принимаем вопрос о том что есть на сам разная степень на самом деле то есть на самом деле мяч упругий который можно поиграть есть на самом деле голограмма извините это одно и то же на самом деле нет разное я голограммой не могу поиграть нет 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 просто имя именно когда я говорю иллюзия это была иллюзия мяча которым я мог поиграть скрип и люди всегда противопоставляет два объекта один об sentiments сначала было два объекта которые были не различены но или на самом деле но когда Я говорю, когда я нет мяча, а просто голограмму рассматриваю, отдельно голограмму, она всегда для меня на самом деле. Я не говорю об этом иллюзии, но когда у меня есть мяч, которым можно поиграть, и когда есть голограмма, то я говорю, что голограмма иллюзия мяча, которым можно поиграть. Либо я подхожу в то место, где у меня была иллюзия, и вижу, что это игра света и тени. Оптические иллюзии. Хотя это игра света и тени на самом деле, но относительно того, что я подумал, там машина как будто стояла, я видел, я не различаю, это нормальная машина абсолютно, я уверен. Сморали Бога, хорошо. Да, то есть иллюзия это... Так, хорошо. Значит, вопрос такой, а существует такой опыт, как осознанное сновидение? Стоп, стоп, не обсуждаем. Это опыт, который происходил со мной, лично со мной. Я знаю, это не обсуждается. Почему? В другом месте. Это не касается... Хорошо, вы все вопросы собираетесь так, как планеты. Объясните, Александр, это опыт, который прямо противоположен вашему опыту с шариками. Вы видите нечто? Это вопрос сновидения будет отдельно. Я говорю, это снимается сейчас. Это не касается проблемы иллюзии. Почему? Я вижу дерево. Я одновременно понимаю, что оно иллюзорно, но одновременно его воспринимаю. Во сне. Так во сне это совершенно другой вопрос. Ладно, это... Я не обсуждаю сейчас сон. Давай сейчас пока... Во сне через запятую идет иллюзия, галлюцинация, сон. Я рассматриваю сейчас только иллюзию. По-моему, совершенно справедливый вопрос. Не справедливый вопрос. Не справедливый. Он не касается проблемы соотношения иллюзорного меча и не иллюзорного меча. Он не касается. Да, он про дерево, да. Потому что во сне видишь дерево. Нет, подождите. На самом деле у нас же через запятую идет иллюзия. Нет, не... У кого... Да через запятую. У меня нет через запятую. То есть у вас все объекты почему-то не различаются по регионам, но почему-то иллюзия отличается, галлюцинация... Могу я о разных объектах говорить по отдельности, а не скопам? А зачем истек? Ну, если я их различаю. Если я сон, различаю от иллюзии. Вы не различаете сон от иллюзии? В смысле нашего спора как бы... В смысле... Нет, в смысле не спора, а в смысле того, что я хочу рассказать. Я вашу... Нет, вот вы как бы говорите, что... Что я хочу рассказать нечто другое, чем я хочу рассказать. Вы бежите себя... Давайте, вы рассказывайте. Давайте дойдем до сути. Я предлагаю, все же последнее слово за докладчик. Конечно. Мы там посмотрим. Конечно. Давайте себя сдерживаем. Давайте действительно сдерживаем и дойдем до сути, и там будет ясно. То есть иллюзия, иллюзия как таковая, это не противопоставление на самом деле. Это тоже на самом деле, но постфактум. Постфактум. То есть когда я уже выяснил. Это некий эпитет другого на самом деле, который я принял за... Я не хочу слово своё реально здесь использовать. Ну, за другое там. Другое. Я мог сначала предпринять свой глюк за галлюцинацию, за голограмму, а потом выяснил, что вот это действительно иллюзия, а та настоящая голограмма, она не на самом деле. То есть она на самом деле. Но ещё сложнее, то есть на уровне мечей, или там световых иллюзий, есть проблема такая, что вот я занимаюсь философией, смотрю в некоторое место философское, и вижу, однозначно, и вижу, что вот это есть на самом деле. Вот некий философский объект я вижу, как на самом деле. Проходит некоторое время, мне объяснили, либо я сам доразлился, либо что-то случилось в моей жизни, я в этом месте вижу другой философский объект. То есть, скажем, я был сначала там кантианцем, стал гигельянцем, и по-другому трактую ту же самую теорию, тот же самый концепт. Я вижу по-другому. Должен ли я называть своё предыдущее видение иллюзией? Я говорю, да, это была иллюзия, я неправильно видел, вот сейчас я вижу правильно. То есть с точки зрения веща, который был иллюзией. Что это называется заблуждением? Если вы различаете, есть как бы... Ну, иллюзия тоже заблуждение. Нет, иллюзия... Я заблуждался, что это мяч упругий. Это заблуждение. Иллюзия и заблуждение, и заблуждение, это одно и то же. Нет, иллюзия это эффект восприятия, заблуждение это может быть вот, например... Так, нет, давайте так. Блад, я отвечу по поводу заблуждения. Заблуждение, заблуждение подразумевает под собой правду-неправду. То есть, что есть, вот скажем, я заблуждался, что за домом стоит дерево. Я зашел за дом, увидел дерево, узнал правду, мое заблуждение исчезло. Так вот, это не касается проблемы философии. То, что если я... Вообще-то, проблема истины и заблуждение, это, наверное, главная проблема. Так, значит, теперь, значит, то мое предыдущее, скажем, возьмем конкретно, кантианское воззрение, считается теперь заблуждением, объективно, да, как будто дерева нет. Я увидел, дерева нет. Ну, человек для себя считает, что он заблуждался. Не важно, на самом деле это объективно или нет. А, ну, теперь для него другой на самом деле, да? А было такое, на самом деле, стал другой. А потом он еще раз сменит свои голосовые. Поэтому он к этому не применяется, просто у него было одно мнение, а теперь стало другое. Нет. Мы обсуждаем на самом деле. Что он считает на самом деле? На самом деле не относится здесь реальность, это разговор обослечения о том. Да почемуici реальность? Для него на самом деле вот существует вот своя позиция. Но слово «на самом деле», как вот, если вы хотите апеллировать, к «на самом деле», оно не растянется как объект на все что угодно. Некротожный, небо, Бог и прочее. На самом деле, нечто относится к реальности. Это другое слово для реальности. Значит, мы подходим к основной проблеме, что для вас, для Булата, в вашей действительности есть некая граница, по которой объекты есть реальные и нереальные. И эта граница проходит, я не побоюсь сказать, с точностью до... Нет, нет, нет. Тут логическая ошибка, сразу же на нее нужно указать. Когда мы говорим, что на самом деле это был не мяч, а моя иллюзия, так это и есть реальность. Вот это... Нет, нет, нет. Давайте слово реальности уберем. Не употребляем здесь слово реальности. Нет, но это очень важно. Нет, это не важно. Дело в том, что... Ну, не важно. Хорошо, без реальности. На самом деле... На самом деле... Пока мы не знаем, пока мы не знаем, что такое... И упругий мяч, и по-другому. Два физических явления. Это я. Это на самом деле. Два физических явления. Почему это физические? Нет, это... А как? Вот я... Вы меня прервали, когда я сказал, что у Булата эта граница проходит по физическим явлениям. Почему? Я вообще-то не понимаю. Ну, ладно, хорошо. А по психическим, что ли, она проходит? По каким? Вот. То есть, у меня там какие-то сон движутые, и для меня это есть на самом деле, что ли? Я же понимаю, проснулся, что это не сон. Это стандартная философская проблема. Дикарк ее обсуждает. Вот мы видим, что это... Давайте не ссылаться на фамилию, потому что... Ты просто думаешь, что Булат это только один думает. Это стандартная философская проблема. Нет, это стандартная философская проблема. Это не моя проблема. Булат. Нет, Булат. Извините, да. Действительно, я зря апеллирую, потому что наиболее часто это звучит от вас, и у нас с вами идет разговор на эту тему. Поэтому я апеллирую. Но... То есть, в данном случае, я могу к вам апеллировать с точки зрения как к носителю, но... Могу не апеллировать. Но при этом нельзя апеллировать... Давайте договоримся апеллировать Канту, Декарту, Гегелю, потому что я как раз излагаю то, что как бы противно их. Просто еще... И аргументировать их с точки зрения... Я одну вещь скажу просто, что на самом деле невозможно ввести, если вы не ведете разделение регионов. Если нет разделения регионов. Почему? Ну, потому что так устроено... Ну, что это... Дело же не так устроено, как вам нравится. А дело устроено так, как устроено. Нет, значит, получается, что у нас есть регион на самом деле, а есть регион не на самом деле. А что, не так, что ли? Есть воображаемое, есть реальное. Поэтому вы уже доказали, что вы хотели доказать просто в видеопределения. Конечно. Есть воображаемое, есть книжки, фильмы есть, а есть реальное. Значит, значит, я своей волей раз-два человека лишаю голоса, потому что они пытаются излагать вместо того, чтобы понять, что я хочу сказать, они пытаются изложить свою позицию. Это правильно. Да, я лишаю вас слово и... И до конца. Да, до конца, до конца. Потому что в конечном итоге, в конечном итоге сведется к тому, что мы будем спорить, что вы будете излагать свою общепризнанную фону. Давайте зайдем. Давайте время. Так, значит, по аналогии, что у нас есть некий объект, скажем, мы принимаем на самом деле его, потом выяснить, что не на самом деле он стал иллюзией, точно так же, как и философские концепции. Мы можем сказать, что это вот было на самом деле, я вот считал, что это вот, я вижу, это очевидно, так же, как и эту голограмму, но когда голограмм пришел, потрогал, оказалась иллюзия, точно так же, когда я пришел к этому концепту и потрогал его, и мне объяснили, я понял, что это была иллюзия, а на самом деле, вот, не Кантианство, Гирьянство, или там вообще Гусарль, вот, вот это на самом деле. Но при этом, при этом, это на самом деле не гарантирует, что в следующий раз, когда мне еще кто-то объяснит, или, скажем, на самом деле у меня был христианский Бог, а потом оказался Аллах на самом деле, а еще через какое-то время мне объяснили, я вообще лишился Бога, на самом деле для меня буддизм. Вот, поэтому на самом деле разделить, вот так вот, противопоставить иллюзии, то есть иллюзии на самом деле меняются местами, это всего лишь, правильно сказал Булак, временные соотношения, то есть на данный момент, конкретно, вот сейчас я не могу различить, но когда я двигаюсь и когда я изменяюсь, я могу действительно посмотреть, сравнить и оценить комплекс ощущений. То есть когда мне дают только зрительные, килограммы и мяч, я не могу различить, когда я подключил еще комплекс каких-то восприятий, я различил, у меня два степени, два объекта с разной степенью восприятия. Один объект, он обладает, значит, только оптическими восприятиями, другой объект еще и тактильными восприятиями. А есть еще третий объект, который мой глюк, который не обладает пространственной определенностью. Но он такой же объект, и так же на самом деле, но он просто в другой степени, существует в другой степени, вот, он существует в другой степени, у него другой набор восприятия. То есть они отличаются, вот, мой глюк, голограмма и мяч отличаются разной степени восприятия. И когда я путаю эти восприятия, я одно называю иллюзией, когда один принял за другой. Но объективно, что вот это вот есть иллюзия, а вот это объективно, вот, на самом деле реальный, такого развлечения нет, всегда есть относительно чего-то. Двигаемся дальше. Итого, иллюзия это не отсутствие объекта, не пустое место, не констатация, не правильное, не нечто абсолютно противопоставляемое на самом деле, а лишь констатация неправильной фиксации статуса объекта, неправильно фиксировал статус объекта. То есть это был голограмма... Да, вопрос. Да, а что означает статус объекта? Статус объекта это, я же не действительно... Это именно комплекс восприятий. То есть вот есть разные комплексы восприятий, и это я буду называть форму восприятия, уровень восприятия. Это статус, скажем, если камень и мяч, это вот один статус восприятия, обладает тактильным, пространственным, визуальным восприятием. Голограмма не обладает тактильным, а только визуальным, а глюк обладает только визуальным, но не обладает... Голограмма еще пространственным восприятием, а глюк не имеет пространственной локализации. То есть вот это вот разные статусы. Когда эти статусы были перепутаны, тогда мы вводим понятие иллюзия. Вот тогда мы вводим понятие иллюзия, когда мы перепутали комплексы восприятий. И проведя какой-то эксперимент, опыт в будущем, мы всегда можем как-то расставить. Либо это перенос статуса на самом деле с одного объекта на другой. Для меня было вот это на самом деле, а стало на это. Вот человек, я говорю, нет, он на самом деле другой. Он и до этого был для меня на самом деле хорошим и добрым. Потом я что-то узнал, он стал на самом деле злым и плохим. Но это говорит всего лишь о том, что я как бы перенес некое свое видение. То есть он стал другим объектом. Я другому объекту пристроил статус на самом деле. Тот человек, которого я видел до и после, два разных объекта, два разных комплекса восприятий. Но тот был на самом деле это на самом деле. Когда происходит перенос вот этого на самом деле, мы можем говорить, ну это иллюзия была, я заблуждался. Да, я заблуждался насчет этого человека, это была иллюзия моя. Так, следующий комплекс, который, два понятия, которые вводятся для развлечения объектов, это внешнее и внутреннее. Скажем, мы иногда говорим, вот это внешнее, это внутреннее, мы можем четко различить. И по поводу, что внешнее, это значит у нас будет на самом деле, или объективно, или там как-то вот. А внутреннее, это вот субъективно, это внутреннее, вот развлечение на внутреннее и внешнее нам даст понять, что же на самом деле. Так что на самом деле, ну есть такое вот мнение, да, то есть вот я сейчас обсуждаю, можно ли, анализировав внутреннее и внешнее, с помощью этого как-то понять, вот есть ли действительно на самом деле четко зафиксировано или нет. Вот. И тут мы приходим и говорим, что, ну, в принципе, любовь, боль, страх, это внутреннее или внешнее? Внутреннее. Внутреннее, конечно. Но на самом деле. Они так и называются внутренние чувства. Влад, мы не вводим эти понятия. Понятно, что они называются внутренние, а еще они называются психологией кучей вещей, а еще и везде как-то. То есть, это внутреннее. А почему они не на самом деле? А на самом деле. Они на самом деле. Они на самом деле. То есть, по границе внутреннее и внешнее, так, мираж, коллективный психоз, когда огромное количество людей принимают на самом деле то, чего потом говорят, что это же просто помутнение. Это внешнее? Внешнее, но это не на самом деле. Ну, как бы, скажем, это демонстрация того, что вот мираж, коллективный психоз, нечто внешнее, но оно не на самом деле, в том смысле, которое мы хотим. То есть, по границе внутреннее и внешнее мы не можем провести разделение на самом деле и на самом деле. Многое внутреннее есть на самом деле, гораздо более на самом деле, чем внешний мираж, который организован там в своей атмосфере оптической. Да? Ну, здесь можно долго говорить и придираться к словам, но просто мы констатируем, что по границе внешнее и внутреннее на самом деле не провести. Но, в том числе, он не доказан. Я привел пример внутреннего, которое на самом деле. Так и там, и там могут быть на самом деле. Да, да. И там, и там могут быть на самом деле, что вот нельзя, этот критерий внешнее и внутреннее не является критерием на самом деле. Вы лучше термин на самом деле не использовали? Нет, я сразу же ввел понятие на самом деле. Почему оно? Там у вас это все более и меньше содержание имеет? Нет, дело в том, что... Благо, если... Дело в том, что вы изначально... То есть, я не уважаю... На самом деле противостоит мы изначально иллюзии, правильно? Вот мы только что доказали, что иллюзия на самом деле. Нет противопоставления. По грани иллюзия на самом деле мы не выясняем на самом деле. Она же по содержанию состоит, точнее наоборот по статусу. Она по содержанию не противостоит, а по статусу противостоит. Какому статусу? А чем... Одну является необходимостью, а другую является... А другая необходимостью? Она другая необходимостью, но необходимость этого же вещей. Так, Блатекс, я останавливаю раз, потому что... Во-первых, по причине предпущения... Вы только доходите до сути дела, которое вы... Я же чувствую, что это очень проста. Тогда давайте как бы... Вот, она про... Это то, что мы говорим, Антон говорит, что она может действительно... Да, на то, что с некоторой позиции вообще не является проблемой. Да, действительно, с вашей позиции то, что я говорю, вообще не является проблемой. А с необходимостью мы вернемся. Так. Теперь... Короткая фраза из цитата, из Блаты, извините, Блаты, все-таки... Да, что здесь мы должны различать, проводить развлечения по линии развлечения воли. Что есть воля. Что вот то... Есть зависимость и независимость. Это просто... Просто, понимаете, в классической философии есть... У человека есть две способности основные. Блат, Блат. То есть, принимающие и валяющие. Я знаю, как... Да, вот. Валящее. Значит, вот будем выяснять, валит или не валит. Достаточно ли нам... Дает ли нам концепт воля что-то в отношении решения нашей проблемы. Проблемы есть? Я еще проблем не услышал. Проблемы пока непонятны. Что нам считать на самом деле? Что такое дикой не дали? Ваше на самом деле. У вас все на самом деле. Извиняйте. Что, мы закончили семинары? Мы согласны. У вас все на самом деле. Мы согласны. Может ли не оспаривать это? Ваши термины. Все на самом деле. Реально чертики прыгают. Тут идея завернута в это, в салопан. Тут это еще что-то такое. Все на самом деле. Это не только в вашем смысле. Это понимаете, это примитивизм. Понимаете, когда ребенка заводят, допустим, показывают что-то ему непонятное, у него все одно и то же. Это машина. Хорошо, ладно, 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 Булат. Все машинка. Суть-то и состоит. Мы когда-нибудь слышали такую фразу, что в философии самое главное, различите, а не отождествите. А вы все отождествляете. Нет, Булат. Тот, кто все отождествляет, Да нет, Булат, дело в том, что есть большая разница. Я уже говорил, что вы вводите это развлечение изначально. Я хочу к этому развлечению прийти. Я хочу прийти к этому развлечению. Я хочу прийти к развлечению, что такое реальность. И как мы развлечения? Поехали дальше. Давайте говорить о воре. Так, значит, все мы прекрасно понимаем, что есть нечто совершенно неподвластное нашей воле, совершенно необходимое, да? Вот, летящий камень нам в голову, да? И есть на другом конце спектра фантазия, которую я по собственной воле строю, как хочу. То есть вот спектр объектов в действительности субъекта, которые, значит, по-разному мы можем как бы воспринять по отношению воли, да? То есть одни подчинены нашей воле абсолютно фантазии, и тут они совсем, ну ладно, допустим, да? И абсолютно не подчинены летящий камень. И вот, рассматривая весь этот спектр, можем ли мы заключить, что есть где-то четкая граница между объектами, которые, вот, разделить вот так, вот здесь вот, то, что подчинено нашей воле, а то, что не подчинено нашей воле. Можем провести эту границу? Ну, а зачем? Нет, если это критерий, который вы говорите, что это критерий, один из критериев, который мы можем определить, реальный объект или нереальный объект. Вот лично я, допустим, не могу, но это же из этого не следует, что и раз я не могу, что этот критерий... Ну, дело в том, что мы поддавали к статисту, что никто не может. Ну, не, наука-то может. Как это наука? Наука на этом же речь. Как это наука может? Я не понял, в чем заключается вот этот вопрос? Можем ли мы провести границу между чем и чем? Между объектами, которые подчинены полностью нашей воле, да? И подчинены воле не нашей, не подчинены нашей воле, а внешней воле. Александр, я могу вам сказать, что... В смысле, да, можем. Вот камень падает. Камень, да. Вот, теперь, значит, он... А можно встречный вопрос маленький? Да. А можно границу провести между субъектами и объектами? Конечно. Ну, вот в том-то и проблема. А я говорю, что нет, точно та же, как и между... Ну, извините меня, Булат, это настолько элементарная граница... Это на современной философии вообще... Я тебе, Булат, я однозначно говорю, вот на все, что я могу указать, не является субъектом. Вот и все. Как это? Вот на все, что я могу указать, все, что я могу различить, не является субъектом, является объектом. Однозначное различение. А где субъект? Субъект есть? Субъект не существует. Нет, Булат, я не хочу... Извините о философии, что субъект не существует, но я могу различить субъект и объект. Это просто Кремль. То, что существует, объект, и то, что не существует, субъект. Булат, я уже год назад или полгода назад сиди в этой комнате, я рассказывал. Я не хочу это повторить. Нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, что даже если мы не можем четкую границу провести, тем не менее, мы можем различие понимать. Еще идти, да. Не нужно проводить четкое различие, достаточно понимать, что оно есть. Да, оно есть. То есть для каких-то мы четко можем понять, для каких-то, как вы говорили, воображаемый мир какой-нибудь, и камень у тебя еще был. Четко. Для каких-то не четко. А для каких-то не четко. Вот они реальны на самом деле или нет? А это не важно на самом деле. Это практика. Это вопрос практики. Некоторые вещи невозможны чёт-ли-чёт. На самом деле, да. По вашему концепту пока вы всё на самом деле. Почему нет? Смотрите, что делает Александр. Он пытается найти, существует ли какое-то известное противопоставление, которое в точности совпадает с тем, что есть на самом деле. Потому что если он его найдёт, это даст адекватное определение на самом деле. Вот в чём весь ход. Вот помните этот пример, да? Если, возможно, точка зрения, что на самом деле то, что воспринимается внешними чувствами, а то, что воспринимается внутренними чувствами, не на самом деле. Но это не так. Стало быть, разделение на внутренние и внешние чувства нам не помогает определить на самом деле. Следующая пара. То, что зависит от моей воли, и то, что не зависит от моей воли. Совпадает ли, так сказать, то, что всё не зависит от моей воли, оно совпадает с тем на самом деле? Тоже не совпадает, потому что то, что находится в моей воле, то же самое может быть на самом деле. Короче, такую вставку сделаю. То есть поясним, что мы ищем принцип, по которому можно не априори разделить действительность на регионы. То есть вы признаёте, что есть регионы. Но вы их как бы констатируете, вы их постулируете. Я хочу найти принцип, на основе чего мы можем разделить, найти эту границу между этими регионами. Мы понимаем, что какие-то регионы есть. Я их не ввожу, а ищу принцип, по которому мы должны их разделить. Всё, я дальше делаю. А, давайте искать. А, всё, да? Значит, допустим, вот галлюцинация, она подвержена моей воли? Нет. Она у меня возникает независимо от меня. Бывает. Но мы не знаем на самом деле. Неважно. То есть когда я говорю, что на одном краю у меня фантазия, о которой я вот строю замки фантазийные как угодно, то галлюцинации я не могу точно так же управлять. То есть она занимает промежуточное состояние между камнем летящим и моими фантазиями. Но галлюцинация может возникнуть, она может постоянно присутствовать со мной. И если человек, если субъект один и нет никого других, он в принципе в некоторых случаях не может отличиться, что это галлюцинация или нет. То есть это для него будет на самом деле. Поэтому, а это галлюцинация, это его воля? Или не его воля? Чья воля? Если, скажем, мы по кирпич, который падает мне с крыши на голову, это в принципе воля внешняя однозначная, а, скажем, есть воля политическая, этические, философские концепты, которые тоже валят мне, а не внешне мне. Они валят мне иметь, видеть какой-то объект. Нет, но валят они с разрешения. Нет, не с разрешения. Ну как так? Ну, Влад, ну опять же, ну неужели вы разрешаете, вот вы сидите и думаете, вот стоит конкурс философских идей, и вы этой идеей разрешили к себе войти, это не вошли... Нет, я могу говорить про этические. Здесь не проблема в этом. Здесь проблема в том, что валение кирпича отличается от валения социальных объектов. И если кирпич... Отличается, отличается. Отличается. Совершенно разные объекты и по-разному, разные на самом деле. То есть здесь тоже мы не можем провести какую-то границу, что вот то, что подчинено внешней воле, а кто-то... Нет, я добавлю, а кто-то вообще... Вот в данном случае на вас некое валение социальное идет, вы видите это валение, воспринимаете как внешнее воздействие, фиксируете это как объект или как феномен, а другой в этом месте вообще ничего не видит. Я просто могу сказать, что очень много вещей, которых четко в границе провести нельзя. Вот так вы и сказали, что много вещей... Нет, мы ищем, Булат, Булат, но тогда не о чем разговаривать. Мы ищем, понимаете вопрос? Мы ищем, а что? Сказать, то есть есть два варианта. Сказать, ну все, половинку на серединку, везде там все, и на этом закончить. Или сказать, что... Давайте искать, давайте. Давайте искать. Или сказать, что да мы знаем, как делятся эти регионы, что ж понятно, что ж мы будем здесь искать. Хорошо, согласен, давайте. Вот. Так. Потом, есть, скажем, внутренняя и внешняя воля. Можем ли мы вообще всегда ли четко отличить внутреннюю от внешней воли? Вот это вопрос к субъекту. Что? Это вопрос к субъекту вашему, отличие от объекта. И вот как раз различие внутренней и внешней воли говорит о том, что субъект на самом деле себя не может отличить от объекта. Булат, не это проблема. Ну, Булат, я... Булат, я... Булат, стоп, 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 стоп. Типичная фраза. Я не могу понять, мне самому захотелось, или меня обстоятельства заставили. То есть субъект не всегда может отличить внешнюю волю от внутренней. Ну, правильно. Это означает, что субъект себя не может отличить. Да и причем здесь это не та проблема? Сейчас проблема такая. Является ли развлечение между внешней и внутренней волей критерием для какого-то разделения, антологического разделения в действительность субъектов на объекты такого и такого типа? Получается, что нельзя. То есть у нас нет развлечения по воле. По воле, вот то, что вы хотели... Есть некая воля, и вот если есть эта внешняя воля, тогда вот мы четко знаем, что вот это на самом деле... Вот это ваша фраза. Но это же как бы... Я не требую ответа. Вот. И сейчас, проанализировав волю, мы выяснили, что по линии внутренняя, внешняя воля и валения мы не можем разделить... Мы сейчас говорим только об одном субъекте, о восприятии его своей субъектной действительности. Вот. При этом, при этом, есть еще проблема другая, что одна и та же внешняя воля при разных субъектах у нас будет вызывать совершенно разные... либо вообще не различаться, либо вызывать разные явления, разные феномены перед ними будут становиться при одной и той же воле. То есть наличие и отсутствие воли или внешней и внутренней не дает нам вообще никаких критериев. А констатация зависимости от воли, от своей или внутренней, это всего лишь констатация зависимости, причинной зависимости. То есть мы можем сказать, что я не могу остановить камень, внешняя воля, но я по своей воле могу управлять машиной. Вот причинная зависимость, вот воля не разделяет объекты на антологические регионы, а всего лишь говорит о причинной связи. Нет, я не могу влиять на камень, но могу водить машину. Я не волен строить, я волен строить фантазии, но не волен убрать галлюцинацию. То есть опять же, причины, то есть я волен или не волен, это всего лишь о причинной связи. При этом я еще могу, если допустить, что есть телекинез, а он есть опыт и подтверждаю, да, что я еще волен даже предмет передвигать. То есть это опять же, говорит, то причинная связь, а не разделение объектов. Так, мы подошли к следующему аргументу и следующему уровню разделения, по которому может нам дать. Это понятие достоверности, под которой, как бы, Влад, извините, я буду вашими текстами пользоваться. Значит, достоверно данное – это немнимое, установленное в опыте, нечто повторяющееся с необходимостью. Фиксируем в некоторых условиях. Вот достоверно то, что вот постоянно повторяется с необходимостью, вот это достоверность некоторая, да. И могло бы казаться, что вот если я что-то постоянно у меня повторяется, если я утверждаю, что это достоверно, то это и есть на самом деле. Вот это то, что сможет нам отличить от того, что недостоверно. Хорошо, проводим эксперимент. Я беру палку, бью себя по голове искры с глаз. Берю еще по голове искры с глаз. Сто раз бью по голове – летят. Критерий достоверности выполнен. То есть при каждом повторении одного и того же действия, в одной и той же ситуации, возникает один и тот же объект – искры. Они для меня на самом деле и вполне достоверны. Я могу их воспроизвести каждый раз. То есть достоверность как таковая. Какой-то слово «искры» – это же метафора, но у вас же… Почему? Какой же метафора? Я вижу самые натуральные искры. Ну да. Это не противоречие. Это не противоречие. Я говорю, что достоверность не является тем критерием, который может отличить то, что вот искры, те, которые на самом деле, от искр, которых видимость лишь. Те тоже на самом деле. Почему они видимость, если вам удается? Если у вас не секрет. На самом деле. Вот ваши на самом деле нет искренних ощущений, они есть на самом деле. Да, они на самом деле. И если, если нет, то есть, допустим, мы находимся в действительности одного субъекта, то ему никто не скажет, что у тебя не летит сейчас искра. Он будет искренне верить, что у него летят. Будет абсолютно уверен. Можно нормальные извинения? Достоверное противостояние. Мы с самого начала договорились, что он в действительности одного субъекта. Да, да, да. Я просто иногда делаю некие комментарии, то есть, что если бы... Я всегда говорю, что допустим, что еще у нас несколько субъектов, но по сути, по сути, вся речь идет, весь разговор. Александр, маленькое извинение. Достоверное для того, чтобы понимать, надо понимать, с чем оно соотносится. Оно соотносится с сомнительно. Вот есть достоверная информация о правильной институте с учителем. Да, да, сомнительно. А как про искры-то? Какие сомнительные искры? Сомнения. В сетий раз, когда вас ударят, у вас появятся вот эти метафорические искры. Почему метафорические? Ну, пускай, это не важно. Какие-то искры? Это достоверно? Это достоверно, потому что вы не можете в этом сомневаться. Да, вот это и есть достоверность. Правильно. И что? Что плохого-то? Да ничего плохого нет. Нет, ничего плохого. Просто впервые за этот ряд предложенных оппозиций мы видим, что достоверность совпадает с тем, что на самом деле. Ну, а так Александр, другая интенсивность. Он хочет сказать, что это не критерий на самом деле. Нет, то есть... Нет, в данном случае, я вернусь к этому, в данном случае, что он не является критерием, потому что он подходит под все. Ну как? Ну, достоверность это то, что проверено на опыте, если так говорить. Да, в данном случае, дерево... Это не хорошо, это значит, что точно достоверность совпадает с тем, что на самом деле. Ну да, потому что вы с нашли. Но при этом получается, что на самом деле все. Поэтому это не является критерием, по которому можно разделить. Не каждый раз все. Что-то произойдет. На самом деле я понимаю, а вот что противостоит на самом деле, я только не гляну. Я тоже не понимаю. Так вы же хотите, да? Нет, 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 дело в том, что... Нет, нет, дело в том, что... Понимаете, корни какие. Когда некто встает и говорит, давайте выясним, как на самом деле. То есть что-то подразумевается под этим? Есть. Что-то под этим подразумевается? Я вот хочу выяснить, что подразумевается, когда человек говорит, давайте выясним, как на самом деле. И вот об этом я и хочу выяснить. Что же можно подразумевать, когда человек об этом говорит? Что... Поехали дальше. Значит, и при этом вот эта достоверность, искры из глаз и искры и дерево... Вот я выхожу каждый день утром из своего подъезда, вижу дерево. Я каждый раз, когда бью себя по голове, вижу и скажу, что совершенно одинаковое. То есть здесь мы не находим критерия, по которому можем различить разные объекты. Не находим критерия. Вот. Достоверны ли наши чувства? Любовь, отчаяние, страх? Конечно. Достоверны, да? Достоверны ли мои мысли, скажем, по проблеме с эллипсизмом против реализма? Мои мысли... Правда, мысли не говорят про достоверность. Почему? Я каждый раз, когда думаю на эту тему, или каждый раз, когда перечитываю какой-то текст, скажем, Канта, я вижу, что у меня каждый раз возникает одна и та же мысль, и я на этом основании делаю вывод, что это достоверно. Достоверно ваш психический акт. Так это всегда. Мысль это не психический акт. Мысль достоверна, потому что... Мысль есть психический акт вывод. Если я каждый раз, думая на какую-то тему, получаю разный результат, это недостоверно. Если каждый раз думаю на одну тему и считаю, и получаю один и тот же итог, это достоверно. Достоверно то, что несомненно. Так это несомненно для меня. Ну, не содержание мысли, а как бы сам акт... Ко чему нет? Нет, нет, имена содержания. Сама тебя интересует именно содержание. Содержание. Именно содержание. Именно конкретно. Я думаю, что Номин является вот этим и вот этим. Говорить о смысле достоверно, это некорректно. Почему? Нет, Влад, если вы дали определение, что достоверно то, что повторяется в опыте и всегда... Неужели я где-то про повторяется в опыте написал? Я имел в виду, что как бы опыта подтверждается. Подтверждается. Подтверждается опыта. Ну, подтверждается. Каждый раз, когда я читаю, это подтверждается, что именно так. Это означает, что у вас достоверно то, что каждый раз мысли никак здесь не перейти. Да ну как же, именно повторяется содержание мысли. Я не говорю то, что каждый раз, когда я читаю, я мыслю. Достоверным фактом является факт того, что вы мыслите и мыслите именно так. И именно эту мысль. Эту мысль. Ну да, мы мысли, ну хорошо. При этом, опять же, возвращаясь, через год я буду читать это и буду читать другое. И у меня стоит, перечитывай, перечитывай. Как я считаю это достоверным? И поэтому я говорю, что мысли недостоверны могут быть. Ну почему, Булат? Ну потому что акты достоверные, а не содержание актов. Как же, нет, если не достоверные бывают. Нет, нет, нет. Когда я говорю о достоверности, то, что я зашел за дом и вижу дуб, а другой зашел увидеть липу, вот достоверно дуб. Не акт, что я там что-то увидел, а именно содержание достоверно. Десять раз зашел, вижу дуб. Содержание, то есть здесь есть сам акт. Дуб, такое содержание, это мысль. Конкретно, понятно. А мысли, а акт стоит тоже? Достоверная иллюзия. То есть каждый раз, когда я... Это противодичие? Нет, когда я... Когда я каждый раз открываю картинку с графической иллюзией, она мне, я вижу там одно и то же, иллюзия, или голограмму каждый раз подаю, она так же достоверна. Сколько я не повторял, иллюзия достоверна. Поэтому, вот опять же, мы получаем, что мы на уровне достоверности, вот как бы не рассуждая, то есть введя понятие, именно достоверность в самом широком смысле. Когда вы начинаете говорить о достоверности только относительно материального опыта, нет, мы не разделили. Мы говорим о любом опыте, о любых объектах, и мы берем любой объект и смотрим на достоверность. Так мы получили критерии на самом деле? Нет, пока нет, не получили. А почему, я не понимаю. Ну вот видите, вы иллюзию, ну иллюзия достоверна, ну и что? Ну так дело в том, что у нас получается, что все достоверно, но как таковая достоверность, воспроизводимость в опыте однозначная не дает нам никакого критерия разделить, что вот эти объекты... Стойте. Что вот эти объекты однозначно недостоверны, и мы их должны в этой регионе поместить, а вот эти однозначно достоверны. То есть нет на уровне достоверности критерия по разделению объектов на две группы. А что у вас недостоверным является? Мне кажется, что достоверность годится, потому что просто все то, что оказывается достоверным, оно оказывается и на самом деле. Нет, есть вещи недостоверные, которые являются на самом деле. Фрагментарное какое-то ощущение, когда я бью себе по голове искры, это достоверно. А когда у меня единичный глюк, он на самом деле, но он недостоверен, потому что я против глаза, и он пропал. Я не могу его вызвать заново. А что вы подразумеваете под на самом деле тогда? Вы хотите провести различие, но вы заранее знаете, что это на самом деле. Я не знаю, что такое на самом деле. Я задаю вопрос, можно ли я вот это назвать на самом деле, или нельзя на самом деле назвать. Пойдемте двигаться. Давайте двигаться дальше, да. Уже, в общем, скоро будет 2 часа. Да, да, да. Надо прийти куда-нибудь. О, да. Мы потому что решили все, сначала отказаться от регионов, а потом решили все перебирать. Мы не перебираем регионы. Мы регионов не касаемся. Так, ладно, сон про не сон пропускаем. Я все-таки даже спорить не хочу с вами, Булат, что субъект, находясь в своей действительности, может отличить сон от сна, или отличить, скажем, галлюцинацию от не галлюцинации. Не может он этого сделать. Во сне все эксперименты, которые он провел, придут к тем самым результатам достоверным. И ангелы там. Что? Ну, нет, в зависимости от того, что вы сне. Это не обсуждать, это уже обглоданный кусок, обглоданная кость по поводу того, что не может, находясь в субъект своей действительности, включить сон от не сон. Вы уже поняли, что на самом деле, вы так сразу скажете, что все сонные примеры различия. Я предлагаю, в связи с тем, что доклад затянулся, может быть, пропустим вот это все. Нет, скажем, что остальные все различия. А в сути, да? Чтобы после перебиры... А в сути, так я что? Я ставлю вопрос. Я не даю ответа. Есть интересная... Опять же, отталкиваясь от фразы Булата, значит... Но мир существует сам по себе, независимо от нас, как вещь в себе. Написанная Булатом фраза. Мир существует сам по себе, независимо... Может, именно существование нам как-нибудь может что-то дать? Вот в таком разрезе существование самого по себе. И, значит, мы должны поставить вопрос, что такое существует, да? И объект существует для субъекта, и мир существует сам по себе. Это два разных существования или это одно существование? Два разных, мы об этом и говорим. Два разных существования. То есть, значит, как вещь в себе. Мир существует как вещь в себе, сам для себя, да? А теперь возвращаемся к вещам в себе, вернее, к явлениям. За явлением стоит некая вещь в себе, некое другое существование. И мы по этому существованию можем констатировать некую реальность на самом деле. А, скажем, те объекты, те феномены, которым мы не придаем значения на самом деле, у них нет вещей в себе. То есть, если критерием является наличие второго существования... То есть, если мы... Давайте логику такую. Фраза. Объект существует для субъекта, мир существует сам по себе. Независимо от нас, как вещь в себе. Значит, если мы привязываем вот к этому существованию, который сам по себе, как критерию, да? И наличию вещи в себе для этого явления, вот, то, значит, то, что существует не само по себе, то, что мы отказываем в существовании, объективным, как в кавычках там, или вот как существует вещь само по себе, то лишено вещи в себе. Правильно? Можем ли мы такое провести разграничение? Можно сказать, но мысли вещи в себе нет, да, вот у мысли. Все, что обещает в себе, нет. То есть, да, то есть, значит, получается, что предлагается некое разделение, что есть два типа существования. Два типа существования. Одно существование для субъекта именно как феноменов, именно как явлений, именно как объектов. Это существование фиксируемо восприятие. Другое существование. Не дано нам никак. Мы только констатируем, что оно есть. И при помощи его пытаемся разделить существование внутри субъекта независимости. Да, с ним мы предполагаем. Предполагаем. Но я не вижу, как с его помощью можно разделить. Нет, ну логика. Это различие. Понимаете, в чем дело? Если есть различие, это не значит, что им можно провести продуктивную работу. Мы говорим о том, что есть различие между реальностью и иллюзией, между вещью самой по себе и нашим ее восприятием. Но мы не можем на основании этого различия развести объекты. Естественно, это различие, границы, которые вы ищете, проходит внутри. Она проходит по каждому объекту внутри. Она его рассекает. Нет, нет, нет. Это некорректно. Она, скажем, ваша терминология, это корректно. Но с точки зрения нашего обсуждения, когда мы констатируем наличие субъектной действительности объектов, феномена в нем... В ней некорректно, да. Да, в ней совершенно некорректно. В ней вообще не существует, потому что это различие как на самом деле и как нет. Вот пропускаем вот этот сложный момент, но по существованию мы ничего сказать не можем. То есть мы где-то предполагаем, что есть два типа существования. Но либо мы изначально делим на мысли и феномены, да, и проводим это различение. И потом привязываем к одним одном существованию, к другим другое существование, да, что некорректно с нашей точки зрения. Либо если мы изначально это разделение не проводим, то констатация второго истинного существования нам ничего не дает с точки зрения размещения внутри нашей субъектной действительности. Она ничего не нам дает. Мы не можем никак это прицепить и констатировать, что вот здесь вот есть вещь в себе за этим феноменом, а за этим феноменом нет вещи в себе. То есть одно из двух, либо мы изначально констатируем, а если не констатируем, то это не аргумент. Ну вот, например, я могу, можно привести Платону, у которого даже мысли существовали. Стоп, 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 я могу сказать, не приводим примеры из Платону. Вот да, они существуют, мысли существуют. Но я говорю Платону. Да, да, и в нашей терминологии они существуют, поскольку они различимы, да. Так, значит, субъектность, объектность я пропускаю, то есть субъективность, что, как бы, критерий тоже понятно, что то, что субъективно и не субъективно, то есть тоже не является критерием. То есть то, что я вот, ну то, что мы называем, вот это вот твоя субъективная реальность, то, что внутри в тебе, там, ну это где-то перекатится с внутренней внешней, пропускаю. Значит, теперь мы перешли к степени существования. Понятие, чтобы вот как-то попытаться... Я пропустил в самом начале, вскользь вообще, рассказать основной принцип, да, вот мы там заспорили, и чего я хочу добиться, какой цели, сверхзадачи, которые я хочу. Я хочу добиться некого языка, некого дискурса, некой логики, которая бы позволяла бы говорить о существовании, говорить о феноменах, о субъектах и объектах, не разделяя их априори на разные регионы антологические, чтобы я мог в одной логике рассуждать и о камне, и о фантазии, и о мысли. Феноменология. Нет. Почему? Это феноменология, да? Это не феноменология. Но феноменология... Феноменология подразумевает... Надо шагом указать различие в эту цель. Поскольку уже действительно к двум часам, давайте, Александр, поставить точку, паузу делать. Я даже не знаю, или паузу делать. Ну, если он начнет высказываться, то начнется... Нет, 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 то есть высказываться отдельно, да. Давайте тогда доведите, что вы хотели сказать, и все-таки закончите. Ну, давайте, закончим. То есть, ладно, кто-нибудь, если дослушает до конца, то дослушает, нет, нет. То есть, в данном случае, я иногда делаю ремарку так в сторону, и думаю, ой, зачем так много, столько времени, там, проблема, да. А с другой стороны, я думаю, что мы же для себя здесь. Но для себя, то есть, это не реалити-шоу, чтобы мы там укладывались в какие-то рамки регламента. Просто физически уже. Физически сложно, да, тем более уже надо дышать. Значит, я уже упоминал понятие степени существования, да, и, скорее всего, это многое-многое прояснит. И приводил пример, что у нас есть вот три мяча, да, мы берем три мяча, один мяч-голограмма, другой мяч, мяч, которым можно играть, третий мяч, это мой глюк. И если я буду стоять на месте и никуда не тронусь с места, я их не различу. Это будут совершенно идентичны для меня объекты. Но подойдя, подойдя, я, применив некоторую свою волю, некоторые свои действия, я смогу различить, что у них разное количество свойств. Разное количество, они явлены в разных восприятиях. Один имеет упругость в плюс, один имеет геометрические размеры в плюс, а третий не имеет даже геометрических размеров, не имеет привязку к пространству, то есть глюк. И вот человек, когда он видит вот это действие, способ развлечения, вот такое развлечение объектов, он считает, что вот это есть достаточная методология, достаточный принцип для развлечения глюка, видимости галлюцинации и реального мяча. И он говорит, вот я так, я потрогаю, посмотрю и решу, и сразу выясню, отсеку. Вот. Но поскольку мы решили говорить, что мы не разделяем, мы не говорим только в регионе вот этих вещественных, а говорим еще и о социальных, общественных, этических, эстетических, философских вещах, и попробуем перенести эти мячи туда. Попадает человек в систему этики, эстетики, философии, да, подходит к некому объекту, трогает его мысленно, трогает и так, и сяк, и убеждается. Точно так же, как он трогал мяч, при нем три философских концепции, одно он трогает и видит, а у нее даже нет пространственного положения, в кавычках, да, у этой нету твердости, а вот это настоящий твердый и видный. И он говорит, что вот это, вот эта философская концепция, она на самом деле, как тот на самом деле мяч, который я трогал, отмечил их от галлюцинации и от... Нет, ну про теорию мы говорим в смысле истины. Нет, нет, никакой нести. Я говорю, я не говорю про никакую истину, я говорю про восприятие, данность объекта субъекту. Вот как мяч дан ему, вот он восприятие, так и в данном случае, именно почему возникают проблемы при общении людей, философии и все. Вы видите, вы видите, что вот в этом месте, твердой и упругой, которым можно играть, вот здесь, а я вижу, что вот здесь. И вы переносите свои, свою методологию, принципы выяснения, что же на самом деле отличается от галлюцинации или от заблуждения в ту область. И там также настаиваете, что вот это есть. Как можно о галлюцинации верить в это, пока мы говорим про мысли? А также вы говорите, что вам это привезло, если вы ошибаетесь, вы больны, и это вообще не истинная мысль. Когда мы регионы смешали восприятие и мышление, вот эти вот ваши переходы, они меня, честно говоря, выберут. Мы не смешали, мы говорим о подном. Говорим просто о феномене. Хорошо, значит, с этим закончу. Сейчас я просто показал степень. Кстати, а феномен, философская мысль, да, это тот же феномен. У него есть положение во времени, но нет положения в пространстве. То есть мы просто различаем степень. То есть различается по степени явленности, по степени данности, по степени существования, по количеству выделенной, развлеченности. То есть философские мысли, например, одно и другое, можно различать степень существования. Это я как-то вообще не понимаю. Не разные философские мысли, а по отношению к мечу. Ну, Булат, ну, нужно же слушать. А теперь любимое, любимое, коротко, значит, про необходимость. Про необходимость. Значит, вот есть некоторая необходимость, которая апеллирует, что с необходимостью существует, да, то, значит, и на самом деле. То, что мы не можем с необходимостью от грузовика отделаться, вот он есть. Но тут встает очень большая проблема. У нас необходимости не одна, а множество. Есть некая необходимость снизу, скажем, вот там материально, тут грузовик, да. Есть внутренняя сознательная необходимость. Вот я сознательно что-то делаю с некоторой необходимостью и творю свою фантазию с необходимостью сознательно. Другая необходимость, как они соотносятся, сейчас попробуем. Есть внутренняя бессознательная необходимость. Вот есть необходимость, когда человек хочет быть геем, у него есть некий маньяк, да, есть желание, есть внутренняя необходимость. То есть она отличается от внешней необходимости кирпича, но вот с той же степенью необходимо, как и внешняя. Вот. И может нанести такой же вред, как и грузовик. То есть необходимости огромное количество. И можем ли мы назвать эту необходимость реальностью, объективностью? Нет, мы как бы затрудняемся. Вот по необходимости. То есть можем ли мы применить критерии необходимости для развлечения вот объектов наших, да. Есть, скажем, социальная, в частности, языковая необходимость. Скажем, я с необходимостью вижу перед собой некий кружок, да, красный. Но то, что я называю его красным, это не моя необходимость, а необходимость языка, которая у меня... То есть когда я вижу, есть некая необходимость моей психики, что я вижу именно этот цвет, который я вижу для меня. Есть необходимость внешне, языковая, социальная. А есть еще необходимость высшая. То, что на меня спускает во время творчества, и от чего я не могу отказаться, это тоже необходимость. Тоже на меня давит и заставляет меня делать... С той же необходимостью, с которой я бегу от грузовика, с той же необходимостью меня заставляет творить высшая необходимость. То есть этих необходимостей огромное количество. Они сталкиваются каждый раз, и сказать, что вот эта необходимость как-то сможет нам разделить объекты на на самом деле, объективные, необъективные, реальные, нереальные, тоже нельзя. Поскольку даже в фантазии субъекта есть некая необходимость, он не может фантазировать то, чего не заложено в него социальной необходимостью. И тем более, что каждая необходимость, которую мы можем рассмотреть, опять сейчас отойдем от одного субъекта, рассмотрим разные, в разных субъектах будут вызывать разные феномены. Они будут составляться по-разному, и каждый будет по-разному говорить, что существует на самом деле. То есть необходимость нам, во-первых, не дает однозначность феномена, кто-то в этой необходимости не увидит ничего, а кто-то просто, скажем, с этической необходимостью, какой-то эстетической, просто вот всю жизнь ему перевернет. Я с вами абсолютно согласен насчет необходимости. Вот мы перебрали все, что было написано Булатом по поводу тех критериев, которые могут нам дать на самом деле, которые нам могут дать некое представление о реальности. И мы получили, что каждый из этих критериев что-то нам как-то делит с какой-то стороны, но не все, тем более, что они с друг другом несовместимы. Границы между ними по-разному проходят каждый раз, и мы не можем на основании этих критерий разделить нашу субъектную действительность, отсепарировать мальчики налево, девочки направо, по какому-нибудь принципу, объекты, которые нам даны. И поэтому все... Что? Мы же только тем занимались, что на самом деле. Вот этот объект на самом деле иллюзия. Нет, то есть это на самом деле... То есть либо одно из двух. Мы должны вообще отказаться от термина на самом деле. Вывод такой. Либо на самом деле все. Нет, либо все. Почему все-то? А что не на самом деле? А что не на самом деле? Вопрос ставится. На самом деле что? Ну, когда мы говорим... Не все на самом деле. Нет, конкретно. Конкретно. Да, конкретно. То есть все, что бы мы не фиксировали и... Не абстрактно, а конкретно. На самом деле иллюзия. Глюк на самом деле. Все на самом деле. Поэтому вопрос... Так она в одном смысле, а глюк в другом смысле? Да, конечно. Нет, в смысле на самом деле в одном смысле. В смысле на самом деле. Поэтому апелляция или вопрос, давайте выясним, что на самом деле, бессмысленен. Живуту жизни. Вот это просто... Слушайте, что на самом деле? Что? А, нет. Что? Иллюзия. Ну, нет, нет. Когда мы констатировали вот это что, это уже... То есть само называние не требует выяснения. Когда мы говорим, вот есть сознание, давайте выясним, что сознание является на самом деле. Вот нельзя сказать. То, что мы назвали, каждый для себя, то и есть на самом деле. Тем более, находясь внутри нашей субъективной действительности, когда мы говорим, а что на самом деле? Это значит призыв каждому из нас высказаться, что он видит в этой точке. То есть нельзя апеллировать к какому-то на самом деле мере транссубъективному. А какой в этой точке? А указали конкретно. А как мы могли указать, если мы в разных мерах? Стоп, 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 стоп. Логика улучшается. Самая начальная договоренность... Как мы в своем мире существуем? Нет, есть другой вопрос. Когда мы сталкиваемся, у нас возникает проблема, указание. Нет, как мы сталкиваемся. Если каждый, мы в своем мире. Либо это точка для особых системы. Не надо перейдем. Я не говорил, что мы каждый... Так это вывод, что ли? Это контрабанда, господа. Вы начали обсуждать, а договорились, что Александр ставит некую точку. Мы хлебнем чайку, а потом обсудим. Да, давайте, хорошо.